Всем привет! С вами ваша Катя, ваш химик-нутрициолог и ваш главный проводник в натуропатическую медицину. Сегодня мы поговорим с вами про головные боли и мигрени. Тема достаточно распространенная и очень интересная, потому что, конечно же, неправильный путь работы с симптомами нужно нам с вами сегодня докопаться до самых главных причин именно возникновения головных болей и мигрени, а не просто пить какие-то боли, утоляющие сильные препараты, которые будут иметь просто временный эффект. Не можем же мы всегда пить препараты, которые нарушают работу нашего мозга, убивают клетки, поэтому будем с вами здоровы и начнем с вами разобираться. С чего же мы начнем? А начнем мы с вами с самого простого. Гормональная причина мигрени и головных болей это же, конечно же, избыток эстрогенов. И здесь первый пункт, который мы должны с вами разобрать, это, конечно, избыток эстрогенов, который возникает при использовании оральных контрацептивов. Уже давно не секрет, что использование оральных контрацептивов это такое достаточно вредное мероприятие и не всегда несет вам благо. И вы должны понять, что очень много побочных именно действий от оральных контрацептивов. Одно из них это, конечно же, появление мигрени. То есть, если вы или вам назначили оральные контрацептивы и через какое-то время у вас появились ужасные головные боли и мигрени, то, конечно же, пора задуматься о том, что нужно их отменять. Потому что так они сами не пройдут, только если после отмены оральных контрацептивов. И самое интересное, если на фоне оральных контрацептивов у вас возникли головные боли и мигрени, то вы всегда относитесь к числу людей, которые находятся в риске и подвержены инсультам. Поэтому вам тем более нужно их отменять. И, конечно же, задумывайтесь, задумывайтесь о всех побочных именно явлениях и побочных действиях при использовании оральных контрацептивов. Это такой достаточно важный пункт. Надеюсь, вам понравится эта тема. Вы оставите свои комментарии, лайки, и я могу отдельно рассказать еще про оральные контрацептивы. Но сегодня тема у нас другая, и мы с вами разговариваем про головные боли и мигрени. И, конечно же, второй важный пункт, из-за которого могут возникать головные боли и мигрени, это, конечно же, проблемы в нашей системе детоксикации. Да, потому что избыток эстрогена может только возникать, самое главное, также по этой причине. Например, детоксикацию мы можем рассмотреть как процесс, который протекает в два этапа. Это печень и кишечник. Для того, чтобы у нас происходила детоксикация на уровне печени, нам нужно иметь в большом количестве, и мы должны так прямо быть наполнены всеми питательными веществами. Какими? Вы спросите меня. Это, конечно же, витамины группы В, это селены, это аминокислоты, это глицин и, конечно же, большое количество кофакторов. Теперь задайте себе вопрос, как давно вы сдавали анализы и смотрели ли вы все эти показатели? И уверены ли вы в том, что ваша печень нормально работает именно на уровне детоксикации? А следующий этап – это детоксикация на уровне кишечника. Здесь нам помогают выводить избытки эстрогена полезные бактерии. Теперь давайте подумаем, у кого из нас супер налаженная работа кишечника, кто из вас пьет пробиотики постоянно и у кого все работает как по часам. Если у вас все замечательно, я за вас рада, но если нет, вам нужно задуматься. Значит, у вас есть проблемы во второй стадии детоксикации. Потому что если в вашей микрофлоре преобладают плохие бактерии над хорошими, над полезными бактериями, то образуется промежуточный фермент глюкоразидаза, который, можно сказать, возрождает эстроген, реабсорбирует его. И, соответственно, эти избытки эстрогена не выводятся у нас естественным путем через стул. Поэтому наша задача запускать обе фазы детоксикации, детоксикации печени и кишечника. И тогда, конечно, проблему с избытком эстрогенов мы можем с вами быстренько решить. Следующий пункт, про который мы не должны забывать – это ожирение. Если у вас есть ожирение, то, конечно же, сложно избежать избытка эстрогенов. Потому что здесь вырабатывается определенный тип эстрогенов. Это эстрон, который у нас находится в жировых тканях. И, соответственно, в молодом возрасте он вызывает у нас нарушение и ухудшение овуляции и поликистоз. И уже в возрасте постменопаузы здесь, конечно, риск онкозаболеваний. Также мы должны не забывать про такой пункт, как непереносимость гистамина. То есть это пункт достаточно важный. Что же такое гистамин? Гистамин у нас также вырабатывается с помощью эстрогена в клетках. И дополнительным ферментом дао гистамин у нас выводится. И так у нас по кругу, по такому порочному кругу все происходит. И именно непереносимость гистамина, которая чаще связана с какими-то пищевыми нарушениями, приводит к избытку эстрогенов. Следующий пункт это преминопауза, да, когда мы наблюдаем такие целые качели, да, когда за несколько лет до менопаузы мы наблюдаем состояние избытка эстрогенов, недостатков, да. И у нас дополнительно головным болем и имидрением у женщин подключаются такие симптомы, как раздражительность, бессонница. И, конечно же, с ними нужно работать, чем мы с вами будем заниматься. Следующий пункт, про который мы не должны забывать, это рецепторы эстрогенов, которые у нас находятся в кишечнике, в щитовидной железе, в наших мышцах. Это самое главное здесь сделать акцент, как у нас происходит ответ на эстроген. И, конечно же, здесь важной характеристикой является, насколько чувствительны наши эти рецепторы, потому что чувствительность их зависит в первую очередь от недостатков микроэлементов, допустим, такого, как йод, от той же непереносимости гистаминов и наших пищевых привычек. И следующая тема, которую мы с вами разберем на нашем YouTube-канале, это будет, как же избавиться от избытка эстрогенов, что же нужно делать, как нужно питаться, что нужно дополнительно принимать, чтобы отрегулировать избытки эстрогена естественным путем и, наконец-то, избавиться от самой главной темы нашего сегодняшнего видео, от головных болей и мигрени. Поэтому, если вам эта тема интересна, если интересно в ней разобраться, ставьте лайки, оставляйте комментарии под видео и мы с вами будем продолжать. С вами была ваша Катя. Всех целую, обнимаю, всем здоровья!